Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Хотелось бы пожелать, дорогие друзья, вам, чтобы давайте без понтов обойдемся, давайте не будем из себя строить кого-то, кого мы, в общем-то, не представляем. И даже если можем что-то себе позволить, зачем делать то, что делается практически только на показуху. Понимаете, мне иногда делают замечания, что вот я там что-то куда-то не туда пошел, где-то что-то не то купил, и создается ощущение, что люди воспринимают меня как какого-то нищеброда. Поверьте, если надо, я могу, в принципе, показать и обратную сторону своей жизни, и все то, что не стоит показывать, иногда бывает, но не стоит показывать все эти машины, дома, там и много чего другого, что у человека есть. Но в обычной жизни понты вам только мешают. Во-первых, они заставляют вас тратить ненужные деньги. Не старайтесь покупать что-то, что абсолютно такого же качества, только в три раза дороже. Хочу привести вам несколько примеров. Мой друг Каролис, это замечательный человек, это просто красава. В UTS, в University of Technology, на неиммиграционной, в принципе, программе, на MBA, Каролис просто покорял людей, обаятельный, с великолепным английским, отличный, умница, человек. Многие ребята его еще знают, помнят, хотя, конечно, он пошел уже туда, в те области, где у нас очень мало контакта. Но я считаю его до сих пор другом, и многие люди его считают, наши студенты, за друга. И замечательный человек. Но он мне рассказал, что как-то купил машину что-то типа за 1000 долларов Холден Астра. То есть наиболее дешевую, очень надежную машину. Холденов здесь полно. И, соответственно, нет проблем с ремонтом, с запчастями и так далее. Руки у него волотые, он не боится их замарать, когда надо. И, соответственно, тогда он был студентом, тогда еще не было никакой ясности. Он просто купил самую дешевую машину, ехал. Еще я удивился, он быстро распечатал документы, в черно-белом, но очень много. Я говорю, а как так? И вроде он говорит, а я, говорит, еду, смотрю принтер. Он компьютерчик, он быстро понимает, что за проблема. Проблема у Австралии, что люди богатые, и сам компьютер стоит как два, ну, четыре картриджа. Три цветных и один черно-белый. Вот в сумме, если их отдельно покупать, то вот это тебе, пожалуйста, и принтер. Но если ты расходуешь все в черно-белом, то у тебя цвет очень мало расходуется. Расходуется, но очень мало. Принтер не будет работать только в черно-белом. Даже если в черно-белом режиме, то три цвета должны быть загружены, иначе он не включает печать. А и в этом дело. Он говорит, я просто купил, купил эти картриджи, использую только черные, они стоят копейки. Перезаливая порою все. То есть человек, который... За него дрались две компании, чтобы спонсировать его. Он в действительности высококлассный специалист. Сейчас на очень высокой должности. И, соответственно, он бы тоже мог попонтоваться, но никогда не понтовался. Он не понтовался даже, когда стал зарабатывать гораздо больше 100 тысяч долларов в год. И когда работал на классную компанию и получил пиар. Он не понтовался, потому что нет смысла. Это нормальный, обычный человек. Для чего кому-то что-то доказывать? В своей жизни он уже все доказал. Если вы хотите доказать что-то в этой жизни, стремитесь к знаниям, становитесь лучшим студентом. Дорабатывайте связи, которые... Когда у тебя член парламента, когда у тебя премьер-министр знакомый, когда у тебя руководитель департамента крупной компании, вот это впечатляет. Зачем брать какое-то мясо в супермаркете, куда я сейчас пойду, если можно взять в магазине прибойник, откуда сюда везут. То есть там мясо явно свежее, по цене в 3, в 2,5, в 3, в 4 порой раза дешевле. Какой смысл? Вы кому чего доказываете? Я этого не понимаю. Я знаю, что люди на понтах вот... Я пойду в ПАД. Зачем ты идешь в ПАД? Кому ты хочешь доказать? Английский ты хочешь выучить? Ты хоть понимаешь, ты с кем там общаться будешь? Там ты не английский, а только мат английский. Тупой австралийский юмор выучишь. Не более того, может быть, я с тобой вообще буду там разговаривать. Ты там девушку снимешь? Ты там, может быть, снимешь какую-то низкопробную шлюху? Потому что высокопробные шлюхи ходят в дорогие клубы. А в ПАДе, ну, на тебе боже, что на ком и не гоже. Вот кто. Зачем ты идешь туда пить пиво, которое стоит столько же, сколько шесть упаковок. То есть упаковка из шести бутылок пива. Зачем ты туда? Соберись, если хочешь ты выпить в действительности культурно. Соберись с людьми, которые тебе близки. С той же самой девушкой. Возьми хорошее вино, посиди. Может, с этим еще что-то обломится, да? Но не пытайся понтоваться. Возьми, соберись, возьми мангал, сделай. Вон барбекюшницы стоят. Масса этих бесплатных барбекюшниц. Возьми нормальную, ту же самую идейку, курицу. Пожарь, сделай с картошечкой. Хорошее пивко, венцо, может быть. Все, ты нормальный человек, которого, если хочешь вообще иметь друзей и хочешь иметь девушку или жену, она же смотрит не на идиота, который набухается в тридорога в каком-то странном пабе. Она смотрит на человека, с которым дружить, общаться, спать, замуж, может быть, выйти. И этот человек не представляется человеком, который прожигает деньги. Это деньги, которые не будут потрачены на отпуск, на детей, на какие-то косметику, может быть, одежду хорошую для жены. Потому что всегда у человека есть, сколько бы человек ни зарабатывал, всегда выбор. Либо ты тратишь на то, либо тратишь на то. Либо ты копишь на еще очередной дом, который тебе будет, дай бог, приносить пассивный доход. То есть, зачем люди кидают понты? Вот сейчас, допустим, я же говорил, что иногда я захожу в универмаг, ну, купить там сметану, еще что-нибудь. Я вижу, допустим, за 10 центов 2 литра молока. Не проблема. Берешь 4-6 литров, кипятишь, как Юра Попов сказал, добавляешь туда виноградный или яблочный уксус, полстакана в стакан. Вот тебе, пожалуйста, с одной стороны, самый лучший, который может быть, творог. Просто посмотрите, какое качество. Не соленый, не кислый. Вообще классный творог, замечательный для блинчиков, для оладьев, для сыринки, по-моему, называется, для тех же самых вареников. Это замечательная вещь. Я люблю ленивые вареники. Ну, ленивый человек любит ленивые вареники. То есть, вот, пожалуйста, он вам обойдется, серьезно, он обойдется килограмм 50 центов. Ребята, для чего мне понтоваться? Зачем мне говорить, ой, суси-пуси, дорогая, там, привези мне какая-то там, это, производительница или перепродажница творога, да. Да, привези мне, ой, я там это вот, это, за 15, 20, 25, не знаю, сколько это стоит. Я так это возьму. Ты тут делаешь сам. Это абсолютно, знаешь, чистый, свежий, хорошего качества творог. Даже сыворотка эта, это сыворотка с настоящего, никто туда не лазил, молока с примесью яблочного или виноградного, я больше люблю, уксуса. Зачем тебе это-то надо? Ты кому понты гонишь? В принципе, тебе надо сперва договориться, дождаться, проплатить. Нафиг тебе это надо? Вон пошел, когда у тебя есть возможность, взял все, все, все решено. Я это делаю всегда, поэтому вы не видите меня покупающим творог. Я не покупаю творог, я делаю его. Спасибо, опять-таки, Юрий, но я делаю немножко по другой технологии. Возьмите тот же самый грибок молочный, он вам сбродит, это молоко, и вы уже тогда получите творожную массу, которая вместе с вот этими живыми бактериями. Это замечательная творожная масса ацедофилина. Вы же поймите, в нынешние времена ковидные и прочие ерунды, которые тут распространяют в нашем мире, включая стресс, страхи какие-то и так далее, вы должны заботиться о здоровье. А здесь тебе, пожалуйста, и дешево, и отлично. Но зачем здесь понты? Зачем вы берете какой-то непонятный фарш за 15 долларов в килограмм, если вы можете взять идейку бедро за 3,50? Зачем вы это делаете? Вы знаете, что они туда намололи в этот фарш? Что вам, лень заехать ту же самую идейку купить? Вон, взял это бедро, помыл, закинул в вовен, поставил на час, вытащил, тебе запеченная идейка. Сил нет, какая вкусная. Кому ты эти понты делаешь, берешь вот эту вот упаковочку, какую-то этого фаршика и так далее, ты где экономишь время? Зашел в магазин, если человек нормальный, ну, как бы уже устоялся, у тебя хотя бы есть свой холодильник. Ну, понятно, что у многих студентов живут в общежитии, а так свой холодильник. Купил 12 килограммов той индейки, два бедра забег, одно начал есть, другое у тебя лежит в холодильнике в фольге, остальное в морозилке. Че, какие проблемы? Зачем тебе надо для борща говядину, для гуляша какого-то там, не гуляш, как это, нарезка, свинина нежная, для шашлычка, плова, обязательно баранья. Ребята, для кого вы понтуетесь? Ну, слушайте, изредка, когда-то, наверное, можете какого-то удивить своими познаниями. Взяли индейку, потому что самое чистое, самое классное, самое дешевое, кстати, мясо, ну, не считая курицы, и сделали. Зачем вы едете в какой-то магазин, где вы берете по 12 долларов килограмм свинины, 10-12 долларов, если на обурне, в мясной лавке, свежайшая, там, каждый день, там, 2-3 раза завоз этих всего товара, там, огромный оборот. Там только привезли это мясо, оно тут же ушло. Оно стоит 7 долларов килограмм. Кому вы чего доказываете? То есть, я понимаю, когда человек работает, ну, буквально на износ, он где-то что-то там схватил, какой-то полуфрикат сделал, съел, упал. Успел только, может быть, засыпая зубы почистить где-то, там, душ принять, все. Я понимаю, когда вы живете нормальной жизнью, для чего вы делаете эти понты? Для чего вы показываете, как вы едите острец, как вы едите какие-то немыслимые вещи, с каким-то дорогим шампаном? Кому вы хотите что-то это показать? Особенно девочки. Вы же не думаете, что многие начнут задаваться вопросом, кто вам это все покупает? И как часто вы меняете тех, кто покупает вам это все? Поэтому, дорогие друзья, давайте жить скромнее. Когда у вас будет все, когда у вас будет паспорт австралийский, свой дом, ладно, хрен с ним, кто во что угораст. Вы показываете, какие вы шмотки покупаете, можете какую-то уникальную жертву покупать, неизвестно даже что, но я куплю, потому что надо показать другим, что я это ел. Хоть тараканов жареных берите, не проблема. Но на данный момент будьте скромнее и не понтуйтесь, потому что потом мне надо разбираться, что вы даже деньги за учебу не можете заплатить, хотя вы получаете порой по полторы-две тысячи долларов в неделю. Но вы не можете заплатить деньги, черт возьми, четыре тысячи долларов в год. Вы тысячу в квартал не можете найти, куда это все уходит. Зато я вижу понты, понты, понты и понты. Спасибо.